Хочется сыграть на разных людей. Дальше иди сюда, и у него самая машина, церковь для приготовления пищи, свечка. Спасибо, спасибо, господи. Уфимские артисты предстают перед юными кумерталскими зрителями. Зал Дома культуры «Рассвет» полон. Здесь собрались детишки из младших классов, школ номер один, три, пять, шесть, девять, десять, гимназии и подшифная группа из детдома, которую курируют газовики. Ребятня с интересом наблюдает за всем происходящим на сцене, но не только. Сказочные персонажи разговаривают и между собой, и общаются со зрителями в зале, задают им вопросы. Тема одна — газ и безопасное его использование. Всё театрализованное представление посвящено именно этому. В игровой форме детям преподносят важные знания, которые им в жизни важны. Ребятня и веселится, и полезные уроки получает. Им это нравится. Узнали про газ новое. Да. Про трубы. Нам же когда-то говорили. Лички. Да, про спички. Про газ. Тут нельзя трогать спички, когда, например, один дома. Потому что можно поджать квартиру. На сцене выступают не только артисты из Уфы, но и сами школьники. Ученики показывают концертные номера. Кто-то танцует, кто-то поёт, кто-то читает стихи. Так что это театрализованное представление даёт детям возможность не только новые знания получить по безопасности пользования газом в быту, но и свои творческие способности продемонстрировать другим. Про газ. Ну, какие газы бывают там. Увидел новые танцы. Там, знаешь, этот, как они рассказывают стих. Мне понравилось. Театрализованное представление стало кульминацией месячника по безопасности пользования газом, который проходил в течение октября. Его можно назвать ярким его завершающим аккордом. Это первый подобный опыт в Кумертал. Хотя работа с детьми в организации «Газпром» газораспределения ведётся регулярно. В ней используются всё новые методы. Два раза в году у нас объявляются месячники безопасности. И именно в этот период мы проводим лекции в школах, конкурсы всевозможные. Для того, чтобы с малых лет привить детям знания, те, которые им помогут дальше жить. Именно те знания, которые позволят жить в быту без всяких происшествий. И именно на детском уровне закладывается начало-начало. Когда человек понимает с самого начала, что этого делать нельзя, то надеемся, что и дальше по жизни, по взрослой жизни слово «нельзя» будет им помогать. Как показывает статистика, к счастью, чрезвычайных происшествий с газом, виновниками которых стали дети, сегодня в городе не зарегистрировано. Это тоже определённые результаты профилактической работы. В основном всё-таки провоцируют возникновение опасных ситуаций с газом сами взрослые. Можно прочитать много лекций, провести много правильных бесед. Но самый лучший пример, которому потом и стараются подражать дети, это поведение взрослых в быту при пользовании газовыми приборами. Об этом тоже нужно помнить. Поэтому важно, чтобы те знания, которые обычно даются во время специальных встреч и бесед, и передаются в игровой форме во время театрализованных представлений ребятишкам, подкреплять. И подкреплять правильным поведением при использовании газовых приборов дома. Екатерина Соломатин, Денис Тихонов. Новости.